Плацебо-эффект на 75% объяснял эффект антидепрессантов. 89% людей, которые получают антидепрессанты, не получат никакого клинического эффекта. Люди, они получают деньги от фармкомпании и даже не стесняются этого. Если исследование проводят фармкомпании, то у них там 78% успешных результатов. А если конкурент, то только 28%. В долгосрочном, если вы сидите на антидепрессантах, то это хуже, чем если вы не сидите на антидепрессантах. Сегодня вы просто с научным фактом знакомитесь. Это не клиническая рекомендация. Как будто бы мы знаем, что депрессанты работают. То есть, ну это же вообще, все знают, да? Вот я пример такого клинического исследования рандомизированного показал. То есть, вот это синенькое, это пациенты, которые получали просто плацебо, пустышку. А красненькое, это пациенты, которые получали прозак. Что-то не очень убедительно. Не, ну как? Вообще-то ты видишь там, ну куда тебе больше? Ну как ты можешь сомневаться, да, что не работает? The Emperor's New Drug, да? То есть, новое лекарство короля. Собственно, так книжка называется, Керша. Ему было интересно плацебо. Он очень это любил. И у него как раз возникла идея, что где как не в депрессии изучать эффект плацебо, да? Но то, что он увидел, собственно, это было совсем не то, что он ожидал, да? Это люди, не получавшие лечение, да? Это степень, насколько им лучше становится, да? Ну мы видим, что на антидепрессантах становится реально лучше. А если без лечения, то, ну там, разница большая. Антидепрессанты без лечения. Но, посмотрите, плацебо-эффект, он на 75% объяснял эффект антидепрессантов. То есть, антидепрессанты давали эффект только в этом мета-анализе 25%. Естественно, люди и специалисты говорят, ну вы дураки, вы там неправильно что-то считали. Вы взяли, например, не те исследования для анализа. И там была большая ошибка, потому что все же знают, что антидепрессанты работают. По давлением всей этой истории был повторен мета-анализ, только не просто по тем же самым данным, а в том числе включив новые работы, и в том числе те работы, которые никогда не публиковались. В фармкомпании, когда они хотят, чтобы их антидепрессанты одобрили, они отправляют данные по своим исследованиям в Эвдеи. Это как наш Роспотребнадзор. И, собственно, если Эвдеи что-то одобряют, все-таки говорят, ну Эвдеи не дураки сидят. Как бы то ни было, фармкомпании публикуют не все исследования, которые они провели, только некоторые, и, как вы понимаете, чаще успешные. Но они все равно все данные отправляют в Эвдеи. И вот, соответственно, они взяли все данные, в том числе данные из Эвдеи, и даже сами Эвдеи повторили это исследование. Но вы видите, что в следующих работах все стало даже хуже. То есть даже не 75%, а 82%. Эффект антидепрессантов воспроводился в группе плацебо. Как бы не такая большая разница, казалось бы. Просто пустышка 82% объясняет эффекта. Сначала вам может показаться, что 25% – это все равно довольно много. Тут важно понимать, что статистическая значимость – это не клиническая значимость. Статистическая значимость – это показатель, который показывает вам, можно очень упростив сказать так, что разница между ними у вас получена не случайно, что действительно это ваш препарат сработал. Но дело в том, что статистически значимым может быть даже очень маленькое различие. Клиническая разница по принятым критериям, вот как раз, например, Национального института здоровья, она в том, что у нас есть гамильтовская шкала депрессии, и по ней надо, чтобы было улучшение минимума на 3 пункта. Вы можете набрать от 0 до 53 баллов по этой шкале. Ну, например, если у пациента были какие-то проблемы со сном, или там сбитый режим, и он его наладил, то это уже разница в 6 баллов будет по этой шкале. Так какая же разница клиническая между антидепрессантами и плацебо? То есть она статистически значимая, да? Но какая она клинически? Бабам! В среднем 1,8, да? Ну, она очень маленькая, да, то есть они говорят... Да, то есть, по сути, вот клинически, понимаете, что вот когда вы выбираете, принимаете решение, принимать вам антидепрессант или плацебо, да? Вот подумайте, да, вот какой там эффект у них клинический. Ну, вот как это выглядит? Очень маленько, мягко скажем, да, по этой шкале. Вот, значит, ну, что вам скажут защитники антидепрессантов? Они скажут, посмотрите, вот если мы посмотрим на вот эту разницу, значит, пунктир – это плацебо, красненькое – это лекарство, вот, соответственно, это импрувмент, да? Насколько там у вас разница в импрувмент? Мы видим, что вначале плацебо даже лучше работает. У кого вначале? Это у тех, у кого очень легкая депрессия. Что значит легкая? Вот это у вас баллы шкалы, здесь, видите, 16 баллов, здесь 32 балла, да? То есть, ну, там, больше 28 – это типа тяжелая депрессия уже, очень. Там, между 20 и 28 – это средняя тяжесть, да? Меньше – это легкая. Вот, то есть, при легкой депрессии действительно вам не важно, да? То есть, ну, мы видим, что разница между ними увеличивается с увеличением тяжести депрессии, да? И так говорят защитники, они говорят, да, действительно, при легкой депрессии не помогает, а вот при тяжелой помогает. Чтобы это было, надо вот набрать больше 28 баллов. Но дело в том, что эффект, опять же, даже вот в этой группе, в самых-самых тяжелых, был все равно всего лишь 4,28 пунктов. Кроме того, что эффекты незначительные, да, клинические, я имею в виду, да, то есть, дело в том, что это даже по самым лучшим оценкам, это не более 11% из тех, кто является пациентами с депрессией. То есть, 89% людей, которые получают антидепрессанты, они даже по тем данным, да, которые мы получаем в клинических исследованиях, не получат никакого клинического эффекта. И еще то, что все-таки эта группа, она отличается. То есть, это группа, которая получает более высокие дозы. Но мы, может быть, про это тоже поговорим. Антидепрессанты очень нелегко переносятся. У них очень мощные побочные эффекты. И, действительно, если мы просто даем пустышку, то у нас есть вот эти вот, ну, как бы, отдельная группа, которая, как бы, лучше реагирует на лекарства, чем на плацебо. Но если давать вместо плацебо атропин, например, такой блокатор М-холина рецепторов, он вызывает, там, сухость во рту, проблемы со зрением, то есть, что-то похоже на антидепрессанты, то тогда эта разница практически пропадает. То есть, можно предположить что? Что пациенты, когда получают антидепрессанты, они чувствуют побочный эффект и такие, ага, если я чувствую побочный эффект, значит, лекарство работает. Вот. И чем сильнее побочный эффект, тем, наверное, будет сильнее эффект плацебо. Потому что, что мы будем наблюдать, особенно на высоких дозах антидепрессантов. Ну, интересно, что вдруг мы все антидепрессанты в кучу сметаем, а есть хорошие. Но вот мы видим, что вообще не только между там классическими антидепрессантами, там, ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы захвата норадреналина, трициклические антидепрессанты, разницы нет. Но даже между всякими непонятными воздействиями, типа бензодиазепинов, там, каких-то гормонов щитовидной железы и прочих вещей, которые вообще к депрессии не относятся. Но иногда их назначают, чтобы пациентам с депрессией, чтобы лечить ее как бы. Разницы нет никакой. Это тоже странно, потому что как так может быть? То есть вещества с разным механизмом действия абсолютно имеют примерно одинаковую эффективность. Причем даже те, которые не должны работать. Наконец, типа, вот что касается добрых фармкомпаний. Как это выглядит в плане публикации данных? Ну, во-первых, фармкомпании просто публикуют не все результаты своих исследований. То есть, предположим, фармкомпания проводит 20 исследований. Отрицательные, то есть антидепрессанты сделали хуже. Эффект положительный. Никакого эффекта. Эффект отрицательный. Там, отрицательный. Положительный. Там, отрицательный. Как вы думаете, какие они опубликуют? Вот. Их никто не может заставить вот это вот публиковать, на самом деле. И поэтому, на самом деле, если мы посмотрим, то по публикациям получается здорово. Но только первичный анализ, который, собственно, тот же самый Кирш провел, показало, что только в 43% исследований, которые были проведены фармкомпаниями, был положительный эффект. Во всех остальных, в 57%, либо эффекта не было, либо, наоборот, он был плохой. Отрицательный. В другом анализе 51%. Ну и, соответственно, само FDA провело анализ огромного количества всех, по сути, исследований, которые она использовала для одобрения антидепрессантов. Видите? С 83-го аж по 2008 год. Ну и видите, что... Какие интересные цифры, да? То есть, если мы возьмем только американские исследования, то 55% исследований говорят, что антидепрессанты работают, а 45% не работают, значит. А если мы возьмем не из Америки, то там 43% или даже еще меньше. Мы не должны одобрять антидепрессанты, по сути, вот с таким значением, с таким количеством исследований за и против. У FDA, посмотрите, какой у них критерий одобрения лекарства. То есть, для одобрения препарата требуется получить два успешных исследования. Причем неважно, сколько остальных было. То есть, там есть препараты, которые, предположим, из 20 исследований два показала эффективность, а 18 нет. Ну, одобряют, да. Вот, собственно, отсюда у нас антидепрессанты одобрены FDA. К слову, например, тот же флоксетин, если он там в США был одобрен в конце 70-х, в 80-е, то в Европе он только в конце 20-го века его одобрили. И тот, так, очень с большой натяжкой, как раз именно из-за того, что, ну, как бы их не устраивало такое положение дела, да. Но потом как-то устроило. Даже не знаю, что там повлияло на это. Следующее, более жесткое, да. То есть, это мы с вами говорим просто пока никакого подлога нет. То есть, пока эти люди действуют в рамках закона и даже не злодеи, да. Ну, просто вот так устроена система. Но есть такая штука, как гострайтинг. Понимаете дело, что если вы видите, что у вас есть какие-то исследования и за антидепрессанты публикуются исследования только какой-то фармкомпанией или человеком, который с ней связан, у вас могут закраситься какие-то сомнения, что это все честно и нормально. Поэтому что они делают? Они вроде как независимому специалисту, психиатру, звонят такие, или на почту пишут, там, спам, знаете, там, какой-то. Ходите заработать там 500 миллионов. И они говорят, давай мы тебе данные пришлем, ты скажешь, что ты их сам собрал, опубликуешь, ну и, собственно, скажешь, что антидепрессанты работают. И он говорит, окей, да, и получает свои деньги. Вот это вот практически невозможно проверить. Если человек попался на том, что он этим занимается, то ему за это ничего не будет. Ну, там, репутационные сдержки какие-то, ну, там, в тюрьму не посадят ничего. А платят хорошо. Если вы видите какую-то статью там в Lancet, предположим, вау, или там Newland Medical Journal, там, офигеть, импакт фактора высокий, классная медицинская статья о чем-то. Наверное, она хорошая. Всегда помните вот про эту историю, да. Какой там процент их, мы даже не знаем. И это я не говорю про то, что сами исследования и данные можно промассировать, да, такой, провести массаж данных и сделать так, как вот получить тот эффект, который хочется. Можно, например, включать только тех пациентов, которые нравятся, да. То есть, например, некоторые фамкомпании, как они делали? Они таки сказали, у нас сначала такой placebo washing protocol, то есть это вымывание плацебо называется. Как они делают? Они набирают людей для эксперимента и сначала дают им плацебо, не говоря, что это плацебо. И если у них есть ответ на плацебо, что они с ними делают? Нет, они их не включают дальше в исследование, да. То есть вы понимаете, что они уже изначально отбирают людей в исследование, которые могут, типа, в сторону плацебо дать эффект. Если на это скорректировать, то вот тот эффект, да, даже который мы видим у тяжелых пациентов, он исчезает. Что они делали в фармкомпании? Например, не говорить о том, что люди умирают, например, чаще на антидепрессантах, да. Чаще совершают суициды. Как это можно сделать? Можно просто эти данные скрыть, но FDA может придраться, да. Поэтому они говорят, что это не самоубийство, это симптом депрессии, да. И просто мы это кодируем как симптом депрессии, и все. Да, и у нас число суицидов не больше становится, да, потому что мы это вообще не учитывали в нашем исследовании. Вот и все, да. Это вот интересная тоже инфографика, которая показывает. Вот у нас мы берем исследования, в которых был спонсор фармкомпания, какой-то независимый спонсор, да, и конкурент этой фармкомпании. Ну и видим, собственно, в каком количестве исследований этот препарат был успешен, да. Вот антидепрессант. Ну мы видим, что, ух, если исследование проводят фармкомпании, то у них там 78% успешных результатов. А если наоборот конкурент, то только 28%. И на самом деле подловить их очень сложно. Это большая проблема, потому что это еще пихакинг, там. Это вообще ужас, что. И очень важно, что вот все вот эти вот вещи, которые мы сегодня увидели с антидепрессантами, они же во всех биомедицинских исследованиях. И это кошмар настоящий. Психофармакология, наверное, хуже всего, потому что там люди, они получают деньги от фармкомпании и даже не стесняются этого. То есть там есть люди, которые говорят, ну да, там, я в этом году, вот у меня зарплата моя врачебная, там, 150 тысяч долларов. А еще плюс 5 миллионов, которые я получил от спонсоров. Да, там, а спонсоры какие у вас там? Ну вот это фармкомпания, это фармкомпания, это фармкомпания, да. И как бы, да, все плохо. Заключение, да, что мы сегодня узнали. Нету связи, что антидепрессанты въедут на какие-то пластические процессы, неважно, что там за трофический фактор, что бы вам ни рассказывали. И что, по большому счету, эффект, клинический эффект антидепрессантов является эффектом плацебо. И это, кстати, с одной стороны, хорошо, да, потому что вот многие люди, которые защищают антидепрессанты, они что говорят? Они говорят, ну да, типа это эффект плацебо, но эффект-то есть, да, человек уже становится лучше. Вопрос возникает, а почему тогда просто плацебо не давать, да? Потому что у плацебо, в отличие от антидепрессантов, нету побочных эффектов жестких, да? Это в том числе смертельно опасные, там, психозы, суициды, которые бывают на антидепрессантах. Например, синдром отмены, зависимость. Вы этого не получите, если вы будете получать плацебо. Вот эта вот идея с тем, чтобы давать пустышку вместо антидепрессантов, она уже несколько раз тестировалась. Ну, для начала сравнили что? Сравнили там антидепрессант, сравнили плацебо, тренировки просто физические и акупунктуру. И как вы думаете? Акупунктура. Да, но разницы между ними не было, да, никакой? Но самое интересное, что разница была, когда решили сравнить, а вот как часто у человека будет рецидив в депрессии, да? Мы же как думаем? Мы думаем, что человек получает антидепрессанты, и пока он их получает, у него нету депрессии, нету рецидива депрессии. Поэтому, окей, ваше плацебо, может быть, сработает, но вот она будет давать профилактику. Оказалось, что количество рецидивов на антидепрессантах, да? Количество рецидивов там без антидепрессантов, вот. А это количество рецидивов на плацебо. То оказывается, что вот это вот рецидивы, которые вызываются нашим препаратом. То есть это, наоборот, вредно. Я уж не говорю там про долгосрочные эффекты, то есть в долгосрочном, если вы сидите на антидепрессантах, то это хуже, чем если вы не сидите на антидепрессантах. Понимаете, это верхушка айсберга, потому что деньги там крутятся, вы сами понимаете, какие. Вот, может быть, это моя последняя лекция. Это фарм-компания, да, все.